ВОЛОНТЕРСКИЕ СБОРЫ 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 вещей, которые очень и очень нужны. Есть бабушки, которые до сегодняшнего дня приходят к нам, приносят, допустим, ту же самую консервацию. Это очень здорово. Ребят все равно балуем домашним и все остальное. Они такие вроде бы мужчины, взрослые, по 40-50 лет. Но в последний раз я привезла обычные мандарины, как бы еще не Новый год, ничего. Три ящика мандарин ребятами было расхватано, честно скажу, в течение 10-15 минут. Была такая детская радость, как будто я попала в детский садик на утренник. То есть какие-то вещи очень... Допустим, я ввожу, вот кто ездит, давно уже знает, что есть такой дефицит у ребят в потребности. Для них, допустим, дефицитом являются кисломолочные продукты. Это сметана. Оттверждаю. Да. Все возят что-то, консерв, все. Ну вот, допустим, сметана, творог, молоко, яйца, это очень деликатес. Кефир. Это деликатесы, которые ребята не видят, которые не выделяются, которые не идут в их пайке. Вот это для них очень сильно. То есть, допустим, в последний день я это все здесь закупаю, ну вот, потому что надо успеть довезти. И что еще? Они получают тот же самый хлеб. Вроде бы неплохой этот. Ну вот, допустим, но совершенно не то. У нас первая остановка, это гуляй поле. Там шикарная хлебофабрика. Вот в 6 часов утра начинает работать киоск. Они уже меня знают. Я заезжаю и забираю 4-5 ящиков батонов. То есть мы даже, когда подъезжаем, он еще теплый, хороший. Ребята на запах свежим хлебом. Боже, как вкусно! Потому что есть хлеб, но, честно сказать, его есть, ну, не очень возможно. Хотелось бы узнать, где именно могут все желающие увидеть списки и как, допустим, связаться с вами для того, чтобы непосредственно оказать помощь. Да, мы находимся на артиллерийской 11. Это, если кто знает, это рядом с пединститутом или кто знает, рядом с военной комендатурой. В ресторан Рупунги рядышком находится. Да, можно позвонить. 59-18-17. Номер легкий, он запоминается очень легко. Можно позвонить, узнать список и приехать. Ездим мы раз в две недели. Это стабильно. Все, сейчас выезд у нас идет 5-го числа на 6-ое. Как раз 6-го числа будет. То есть, сейчас происходят как раз такие зимы. Да, как раз собираем полностью машину, потому что хотим ребятам сделать такой праздник. То есть, по баллу. А вот по поводу еще теплой одежды. Помимо носков, помимо всего прочего, сейчас холодно. Да, сейчас холодно, но кто-то покупает термобелье. То есть, если есть возможность, кто-то покупает, кто-то ребята сами. Мы закупаем термические грелки. Вот Артем, я даю, с этого мы возили, то есть, даже на вышке в аэропорту у ребят очень, очень они спасали. И в песках, и везде. Это термогрелки. Они ложат себе в ботинки, ложат в перчатки. Есть большие термогрелки, которые этот. Вот. На них на 8 часов хватает. То есть, они греют. Сейчас, конечно, в окопах ребятам это под спорь очень. А есть грелки, которые химически наши, украинские. Их можно использовать до 2-3 раз. То есть, да, продолжительность работы, конечно, меньше. Первая идет там, идет 8 часов, потом 4, потом 2. Вот. Но, ребята, вот у меня в батальоне Кульчицкого, их можно мочить, делали просто. Они брали, вытаскивали, об снег, вытерли, об ушлат. И опять назад она вроде бы еще хватает на 2 часа. Она ее держит. Что еще из такого самого необходимого именно в холодном периоде? Вот тут я передам. Да, то, что мы... Смотрите, на этом этапе войны, назовем вещи своими именами, все так же большой недостаток высокотехнологичных устройств, которые облегчают работу наших бойцов на передовой. Те же степловизоры, те же прицелы. Ну, это уже притча в языцах, уже избита. Но, кроме этого, нужны планшеты, вот такие вот планшеты с установленными картами армейскими, которые мы устанавливаем как представители Лантьюрской группы Армия СОС. Эти планшеты помогают без того, чтобы висеть в эфире, то есть нет необходимости выходить в эфир с этого планшета. Тем не менее, видеть всю обстановку, карту, видеть координаты, передавать координаты, работать по этой карте. То есть это полноценный артиллерийский комплекс тактический для работы артиллерии. Он увеличивает работу нашей артиллерии в, скажем так, в десятки раз качества, либо помогает нашим бойцам противодействовать, спасаться от вражеской артиллерии. Потому что можно быстро обнаружить по карте, найти точку обстрела противника, высчитать дистанцию его работы. Те параметры, которые действительно помогают решить многие-многие вопросы. Даже элементарный вопрос навигации при перемещении по зоне АТО, эта карта работает гораздо более эффективно, чем любой, скажем так, навигатор, магазинный, скажем так, бытовой навигатор автомобильный, который, были много случаев, пользуясь такими обычными навигаторами, люди попадали в плен. Пользуясь же картой, вот такими системами, вот тут Донецкий аэропорт изображен сейчас. Пользуясь такими системами, можно очень точно, прямо видя картинку со спутника, перемещаться по зоне АТО. Эта карта может быть полезна не только... То есть задачи для наших бойцов гораздо упрощаются. Да, да. Эта карта ставится и на мобильные телефоны с андроидом, и ставится на ноутбуки. То есть сейчас уже очень сильно шагнули волонтеры, разработчики, сильно шагнули вперед. Кроме этого, очень не хватает, естественно, тех же самых беспилотников. Как недавно было сказано в одной из передач, известных девушкой-волонтером Машей Берлинской, о том, что фактически аэроразведки нет. Как бы Министерство обороны не говорило о том, что вот у нас успехи, мы многое решаем, многое сделали, идем вперед, тем не менее, аэроразведки как таковой нет. Ее на государственном уровне нет. Есть только волонтерские проекты, которые работают. Проект Касьянова, проект волонтерская группа Касьянова, волонтерская группа, которая основала ТУКО, аэроразведка. И люди делают своими силами, собирая деньги людей, патриотов, которые жертвуют на это. Иногда даже для этого приходится ездить за границу, собирать деньги там. Можно пересмотреть речь Марии Берлинской, она об этом говорила, очень известный не так давно ролик в интернете. Так вот, без беспилотников современная война невозможна. Поскольку война идет позиционная, и наши ребята не могут сдвинуться, они стоят на одних и тех же позициях, вражеские беспилотники очень быстро и очень, к сожалению, точно вычисляют их местоположение. Поэтому нам нужно иметь беспилотники, чтобы мы могли противодействовать этому, чтобы мы могли видеть их позиции. Беспилотники спасают жизни. Действительно, они спасают жизни. И даже беспилотник стоимостью, скажем так, бытового класса, типа DJ Phantom, стоимостью около тысячи, полторы-две тысячи долларов, в зависимости от модели, может категорически много решить вопрос. Недавно был сюжет на одном из известных каналов о том, они прямо снимали, как батальон «Айдар» оказал противодействие атакующей группе противника, тут же подняв маленький беспилотник бытового класса, который продается, можно купить в интернете, в некоторых даже магазинах в Киеве можно купить. То есть даже самые обычные? Да, да, его подняли, осмотрели, увидели подходящую группу противника, обстреляли эту группу противника, не давая им приблизиться, чем спасли ситуацию. Никто из наших бойцов, слава Богу, не пострадал. То есть это дефицит огромнейший. Кроме того, нужно понимать, что вся эта аппаратура хрупкая, долго на фронте она, к сожалению, не живет, поэтому нужно постоянно обновлять, нужны аккумуляторы, нужны камеры, нужны системы управления. То есть для этого системы связи нужны, кстати, тоже, которые тоже очень быстро выходят из строя, несмотря на то, что в промышленном исполнении, потому что в тех условиях эксплуатации техника долго жить не может. Также в том числе нужны генераторы, нужны бесперебойники промышленного типа, для того, чтобы питать электронику, питать связные комплексы, питать системы заряда таких планшетов, телефонов и многое-многое-многое другое. И запитывать системы связи, заряжать системы связи. Этого не хватает, оно все очень быстро выходит из строя. В летний, в теплый период, в солнечный период эффективно работают уже даже солнечные панели. Но все это очень дорого сейчас стоит. Если в 2014 году люди помогали, вал помощи был вообще огромный. Скажем так, мы не испытывали больших напрягов в 75-й бригаде в конце 2014 года, ближе к концу осени, начале зимы, потому что все привозилось, все работало с колес. Сейчас заряжение упало очень сильно. Да, сейчас активность упала очень. Остались абсолютно те же самые люди. Вот я как раз хотела и поблагодарить, что очень много помогают отставники. Вот у нас, допустим, председатель Атаманов Сергей, Боже, я даже фамилию, я имею в виду Корабельного района. Вот он очень, он был, во-первых, сейчас работает, он очень сильно помогает. Он был на фронте, он помогает, правда, по-моему, второй ротации. У нас есть такой Александр Колынюк, у нас есть Саша Сыворотка, которого очень знают, он работает с крыльем Феникса. У нас есть очень много, Оля Доценко, кулинарная сотня, которая помогает мне, допустим, делать для меня сухие наборы или, допустим, делает батончик энергетический для этого. Очень-очень много людей. Это остались люди 2014 года. В 2014 году было очень много обычных наших горожан, которые приходили, я приходила к вам здесь на вечерние эфиры, приходила во время, приходили, приносили все. Сейчас эта тенденция ушла. Что меня поразило, одно из наших небедных семей, мы столкнулись в городе, как раз были все. И женщина меня спрашивает, а что, у нас идет война? То есть человек, даже при том, что есть телевидение, она задает такие вопросы, у нас что, есть война? У нас же все тихо, мы нас развели, мы тихо стоим на позициях. То есть люди перестали интересоваться. Настолько дат, дезинформация. То есть люди перестали просто помогать. Кто вычерпался, у кого нет денег, а кто считает, что у нас уже все нормально? На мой взгляд, психологический аспект разницы в мирной жизни и в военной жизни, в том, что люди, имея возможность удовлетворения простых бытовых потребностей, тепло спать, помыться в горячем душе, приготовить себе что-то покушать, перемещаться, этого всего на самом деле там нет. И, скажем так, украинская армия, как бы она не развивалась за это время, ей до современных стандартов обеспечения бытовыми условиями, до нормального уровня, просто еще как до небес. Ну что ж, мне хотелось бы еще раз для тех наших телезрителей, которые хотели бы помочь, услышать о том, куда они могут обратиться и как. Да, еще раз телепортим. Да, дорогие жители нашего города, я обращаюсь к вам еще и еще раз. Поймите, нам здесь хорошо живется, у нас есть элементарные батареи, все-таки пусть они не так где-то у кого-то хорошо, у нас есть горячая вода, мы можем помыться, все. Ребята, ничего этого нет. И пусть вас не вводят в заблуждение, что у нас АТО, что у нас перемирие, развод. Перемирия как такового нет. Обстрелы продолжаются по сегодняшний день. И по сегодняшний день гибнут ребята. И им нужна все-таки ваша помощь и поддержка там. И если у вас есть возможность, хотя бы 10, 20, 30 гривен, ну извините, я может скажу сейчас грубо, за 10 гривен не купишь чашку хорошего кофе, а 10 гривен каждого из вас, это очень огромная помощь нашим ребятам. Так что если сможете, мы ждем вас на Артиллерийской 11 в волонтерском центре Леона. И будем очень-очень вам благодарны. Дякую вам, что завітали до нашей студии. Я бы хотела нагадать, что у нашей студии была Наталья Леонович, керевник волонтерского центра Леона Центр, и Артем Ищова, участник бойовых дей 79 бригады. Дякую вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова